Она стала известна после публикации в сети видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?» Тебя хоть там любят? Запомни, послушаю. На всякий пожарный, на экстренный случай, чтобы не было трудно, я вытросла дальше. А на сегодняшний день в кастрольном графике поэтессы Аха Стаховой выступления в России, Украине, Белоруссии, а также Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. В рамках тура Ирина Астахова посетила и Челябинск со своей новой программой «Карманная планета», в которой поэтесса рассказывает о поиске жизненного пути и достижении состояния счастья. Я с детства понимала, что именно поэзия – мое призвание. И все-таки я сторонник того, что нужно следовать за своей мечтой и выбирать именно свой путь. Да, работать в интересной компании, заниматься интересным делом, какой-то момент мне нравилось. И у меня действительно была очень интересная работа, но это был не мой путь. Мне всегда хотелось делать что-то свое, делать что-то особенное. И вот я вижу горящие глаза людей, понимаю, что я правильно все сделала. Я уходила практически в никуда. У меня была не такая большая аудитория, как сейчас. И было непросто. Это не путь, как многие думают, что вот выложила стихотворение в интернет и проснулась сразу известным человеком. Нет, это был долгий путь, маленькие площадки. Я ездила из города в город, в плацкартном вагоне, выступала в подвальных клубах. Но это было прекрасное время, которое я вспоминаю с большим теплом, потому что я тогда и на такое рассчитывать не могла. Отношения с публикой потрясающие. Ну вот вы были сегодня на концерте, сами все видели. Люди просто выйти на бис. Самое главное, у людей горят глаза. И это зажигает и меня. Это такой бесконечный обмен светлой энергии. Плюс я никогда не читаю с листа. Я все стихи помню наизусть. И этот вот контакт прямой очень важен. Музыка помогла мне развиться и в моем виде искусства, в поэзии. Я слышу ритвы, у меня очень музыкальные стихи. Музыка дополняет очень. Ну и плюс зрителю мне кажется намного комфортнее, как и мне, расслабиться под музыкальное сопровождение. Достаточно непросто полтора часа, мне кажется, слушать поэзию в полной тишине. Если эти люди не считают меня поэтом, то пускай для них я буду артист сценического словесного жанра. Мне от этого не хуже, от этого меня меньше. Мои дорогие зрители не любят, и от этого я никогда не перестану писать. Музыка Я, например, люблю классику. Вот даже там на столе лежит маленький томик, специально дорожный, божественная комедия, вот, которую я перечитываю сейчас. Кто-то любит современную литературу, и она тоже бывает интересна, просто для меня пока что близка классика. И не всегда, кстати, поэзия. Я люблю и прозу. Как я сказала сегодня на сцене Довлатова, безгранично люблю. Музыка Если раньше я требовала от любви, я не могла влюбиться невзаимно и требовать от человека, чтобы меня полюбил, страдать из-за того, что он не испытывает ко мне чувств, то сейчас я просто такой любви не ищу, и я, в принципе, не воспринимаю это чувство каким-то абсолютно здоровым. В какой-то момент это нужно, безусловно, это делает нас сильнее, это такое приятное переживание в чем-то, но я считаю, что все-таки настоящее чувство может быть только взаимным. Не унывай в беде, будь благодарен счастья, жизнь бешеный поток, вода, вода, вода. И если душу рвут тревоги и напасти, запомни, милый друг, так будет. Не всегда. Субтитры создавал DimaTorzok